Ежегодный конкурс педагогического мастерства «Учитель года Кубани» стал уже традиционным. В этом году за почетное звание в муниципальном этапе воролись 32 преподавателя из школ Славинского района. Лучшего определят по итогам нескольких отборочных туров. С подробностями наши корреспонденты. «Учитель года Кубани» – конкурс открытый. В нем участвуют молодые, начинающие и уже опытные преподаватели. И все они получают дополнительный импульс к развитию себя как педагога и как творческой личности. В этом году мы проводим конкурс юбилейный по дате проведения. 20 лет назад дал старт конкурс, краевой конкурс «Учитель года». И безусловно у нас в районе он состоялся. И в этом году еще особенным элементом данного конкурса является то, что добавлена одна из номинаций – это педагогический дебют. Когда учителя со стажем до 5 лет могут принять участие, попробовать свои силы, показать свое мастерство, к сожалению, основной конкурс этого не позволяет сделать. Поэтому данная номинация позволит нам выявить из тех молодых людей, пришедших в нашу систему образования, лучших, прогрессивных, на кого можно делать ставки и в дальнейшем развивать их мастерство. В этом году 32 педагога соревнуются в четырех номинациях. Основной конкурс – «Конкурс учителей кубановедения», «Учителей основ православной культуры» и новая номинация в этом году – «Педагогический дебют». Участников муниципального этапа поприветствовал глава Славинского района Роман Синеговский. Он поблагодарил педагогов за самоотверженный и профессиональный труд. Я, как говорится, снимаю шляпу перед вашим умом, перед вашими достижениями, потому что я понимаю, что сегодня непросто, сегодня единый государственный экзамен, на месте ничто не стоит. Нужно двигаться вперед, нужно обучаться, нужно развиваться. И у вас это всё хорошо получается. Мне приятно, когда в газетах, в интернете мы читаем имена наших земляков, которые достигают побед высоких и на краевом уровне, и на российском уровне, и на районном уровне. Виктория Савченко впервые принимает участие в конкурсе «Учитель года Кубани». Она – молодой педагог. Работает учителем физики в 44-й школе хутора Семисводного всего три месяца. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, хочу идти вперед, к новым победам. Вот и решила себя попробовать в данном конкурсе. Приятных знакомств, эмоций. Хотелось бы пообщаться с такими же молодыми педагогами, как и я, набраться опыта и получить просто удовольствие. А вот Елена Круглова – одна из самых опытных претендентов. Уже участвовала в этом конкурсе два года назад и даже заняла второе место в муниципальном этапе. Для меня конкурс, конечно, всегда – это поиск чего-то нового, это возможность показать себя, реализовать. В общем, всегда у нас есть какие-то новые технологии, какие-то новые вот изюминки. И самое подходящее место, где мы можем это всё показать – это вот конкурс «Учитель года Кубани». На пути к победе претендентам предстояло пройти ряд испытаний, выступить в самопрезентации, провести показательный урок, родительское собрание и мастер-класс по своим инновационным наработкам. По итогам конкурса на педагогический Олимп взошли по пять финалистов с каждой номинацией. За место в краевой этап конкурса они поборются 31 марта. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».